Огромным просьбам, по многочисленным просьбам своих подписчиков я решил подготовить видеоцикл. Люди мне уже на протяжении нескольких месяцев пишут пояснить конструкцию, точнее собрать всё с нуля. Речь про лабораторный блок питания, который имеет очень хорошие показатели и на несколько порядков несколько уровней лучше китайских аналогичных блоков питания. Вообще я решил подготовить полный видеообзор, всё с чистого листа, поэтому видеоролики будут отдельно сниматься и стыковаться в один целый видеоролик для удобного просмотра. Так что нужно устраиваться поудобнее, поскольку видео будет долгий, я намерен записать его в течение нескольких дней и публиковать на своём канале. Поэтому прошу делиться видеороликом в социальных сетях и так далее, поскольку видеоролик очень интересный и будет своего рода единственный видеоролик в сети. Насчёт параметров блока питания, мы будем использовать несколько готовых решений, в частности корпус от промышленного блока питания, китайского образца, который можно новый на Алиэкспресс купить за 500 рублей, или же можно использовать корпус от компьютерного блока питания, или любой удобный корпус, который вам по душе. Ну, насчёт блока питания и его параметров. Я планирую создать блок питания с регулировкой выходного напряжения практически от 0 до 20-24 В. Посмотрим, как потом будет. Регулировку, то есть ограничение тока от 0 до 7-8 А. Будет иметь блок питания цифровые индикаторы, режим там может быть плавной настройки тока, плавной настройки грубой, плавной точной, вернее, настройки напряжения и тока. Ну, давайте ознакомимся с компонентами. Поскольку схема изначально… Я делаю видеообзор, вернее, для того, чтобы вы могли повторять даже начинающие радиолюбители, поэтому усложнять конструкцию не буду. Использовать будем дешёвые, готовые конструкторские решения, и, конечно же, схема управляющей части будет собрана с нуля по давно проверенной схеме. Вообще, у меня есть лабораторный блок питания, но давно его планирую переделать. Взамен я решил сделать себе нормальный хороший блок питания, который буду лично пользоваться, выбросить старый блок, отправить на чердак, может потом пригодиться, и, конечно же, представить цикл сборки вам. Итак, что нужно нам для сборки блока питания? Во-первых, блок питания любого типа состоит из двух основных узлов. Это первый силовой агрегат, трансформатор, второй узел управления. Трансформатор можно как сетевой на 50 Гц, так и импульсный. Для того, чтобы обойтись, вернее, блок питания не стоил дорого, покупка или сборка, мы будем использовать готовый блок питания. Где же взять готовый блок питания, который может нам обеспечить выходное напряжение где-то 25 В, и при этом стоить бы дёшево? На самом деле довольно просто всё. Вот такой у нас блок питания будет. Сейчас некоторые подумают, такой блок питания у тебя есть, а где нам же достать? На самом деле это штатные блоки питания от кейсов, то есть от настольных компьютеров, которые идут промышленные. Можно в любую мастерскую или даже новой. Стоит, думаю, не более 2 экземпляра, в моём случае стоит где-то оба, не более 500 рублей, думаю. Он имеет выходные параметры до 12 Ампер, при напряжении 12 В, по штатных схеме они реализованы. Что я сделал? Взял просто 2 блока питания, это всё неаккуратно, потом исправлю. У них есть выход 5 В, выход дежурка 5 В, выход 12 В, маломощный выход. В общем, все знают, основные шины 5, 12, 3,3 В. Нам нужно срезать все провода, выходные, все исключительно, кроме зелёного и чёрного. Чёрный – это у нас земля, жёлтый – это 12 В силовой плюс, и зелёный провод – это у нас PSON. То есть при замыкании зелёного провода на землю у нас идёт пуск блока питания. Дальше, входные провода, откуда поступает сетевое напряжение 220 В, нам нужно просто запараллелить. Тут нет полярности, поэтому можно параллелить как угодно. То есть у нас в итоге при подключении вот этих двух проводов в сеть оба блока питания начинают работать. Конечно же, при замкнутом проводе PSON на землю. А дальше последовательное соединение. У каждого нашего блока питания есть чёрный и жёлтый провод. Соответственно, плюс и минус, принимаем как плюс одного блока питания, то есть жёлтый. Подключаем к минусу второго блока питания. Вот у нас идёт и к чёрному проводу второго блока питания. В итоге у нас выходит жёлтый провод – это плюс, и с другого блока выходит чёрный провод – это у нас минус. Что мы сделали таким случаем, таким решением? Вернее, у нас при последовательном соединении, как все знают, напряжение увеличивается в два раза. То есть у нас блоки питания поскольку одинаковые, 12 на 12, то есть у нас выход получается 24 В при токе, ток не изменяется. Там заявлено 12 А, долговременно этот блок сможет отдать где-то 6 А. Вообще, до 10-12 А, после 12 А уже срабатывает короткая защита от короткого замыкания. Ещё одно достоинство данного блока питания – мы не будем делать дополнительную защиту от коротких замыканий, поскольку довольно высокоточная защита в этих блоках присутствует строго. Теперь, после того, как вы уже сделали монтаж, точнее, стыковали, можно обычным термоклеем стыковать оба блока питания, получить такую заготовку. Параллелем сетевые провода. Выходят у нас два сетевых провода. И дальше, как всё сказал, последовательное соединение. И, внимание, PSON, то есть зелёный провод с каждого блока питания, пока никуда не подключаем. Просто выводим наружу. Блок питания, конечно же, предварительно нужно снять с корпусов. Ну, насчёт силового агрегата, думаю, всё, всем это понятно, без проблем рабочие, и не нужно настраивать ничего и собирать с нуля. Блоки эти работают довольно стабильно и хорошо, а главное, бесшумно. И весят очень мало. Вес где-то 300 грамм, думаю, не больше. Дальше. Дальше нам нужно несколько приблуд для самого блока. Я буду использовать в качестве индикатора цифровой вольт-амперметр. Сейчас у него есть тут несколько параметров. 10 ампер, 30 вольт. То есть, такие блоки можно заказать с Китая. Это готовый, по сути, блок уже со встроенным шунтом. Обратите внимание, без шунта у вас амперметр не будет работать. Если кому нужна ссылка на именно вот эту штуку, я скину в описании этого видеоролика, или запросите на мыло, скину вам ссылку. Стоит в районе 150 рублей, показывает и вольт, и силу тока, то есть, и напряжение, и тока в одном таком маленьком блоке. Индикатор у меня красного типа, свечение. Насчёт подключения, мы ещё к этому вернёмся. В общем, такой индикатор будем использовать. Также выходные клеммы. Я брал дорогие довольно клеммы, стоят 100 рублей, вот такие позолоченные. Плюс-минус, в общем, это для выходных проводов, конечно же. Дальше давайте вернёмся к управляющему агрегату, вернее, к корпусу. Изначально рассмотрим вариант корпуса. Потом уже я переключусь, заснимем видеоролик про монтаж и про силовой агрегат в целом. Так, сейчас поднесу корпус. Ой, блин, тяжело он довольно весит. Это штатный вот такой блочек. Сейчас я, модель PS15020D, да? Нет, 0.2DD, видимо. В общем, штатный китайский блок питания 2 А для тех, кто ремонтирует мобильный телефон. Имеет вот он регулировку тока, напряжение до 15 Вольт. И тут подстройку напряжения в нужном пределе вам. А регулировка тока от 0,6 А, то есть, это у нас получается до 2 А. То есть, от 60, 600, вернее, мА, мы эту грань скинем до чистого нуля практически. Так, у него имеется тут уже своего рода тёмное стёклышко, регуляторы места, предусмотренные под ними. И вот снизу у нас имеются уже контакты. Ну, их тоже можно не менять, поскольку токи тут не будут особо гигантскими. Что с этого блока нам нужно? У меня блок питания был нерабочим, я его разобрал полностью. С этого блока нам буквально ничего не нужно. Выпаиваем дешёвый китайский трансик, транзистор. Самое главное нужно, нужно нам всё-таки несколько штучек. Выпаивать нужно вот эти переменники, они довольно-таки хорошие, плавные идут. Два резистора по 5 кОм и один резистор по 1 кОм. Мощность, думаю, 0,25 Вт. Ну и, думаю, это кнопочка для запуска. Довольно в удобном месте расположена и довольно-таки мощная. Это схема управления, простите, схема индикаторов на микроконтроллерах. Два микроконтроллера, первый ток, второе напряжение, операционный усилитель, стабилизация и так далее. Ну, в общем, всё отсюда выкидываем, оставляем всё, что я указал. Эта плата нам тоже целиком не нужна, поскольку у нас уже есть довольно хороший высококачественный индикатор. В итоге, с учётом блоков питания и индикатора, мы уже будем считать, что потратили где-то 600-700 рублей. Ну, можно, конечно же, в старых мастерских по дешёвке всё это дело купить. Кроме индикатора, конечно же, блоки, думаю, любой имеет возможность. Можно, если нету вот этих именно малогабаритных блоков, можно и большие использовать, AT или ATX. В общем, в этом корпусе всё очень хорошо поместится. Вот я выпотрошил всю начинку с этого блока питания и получился вот готовый нам корпус. Вот так всё это дело будет выглядеть. Не знаю, будет ли вам видно или нет. В общем, всё пусто внутри. Помимо вот этих клемм, оставил я на всякий, решил вот именно с ними попробовать. Кнопки сетевой. Также слота для предохранителя. Тоже пригодная вещица. Может, иногда предохранитель будет срабатывать, защищая блок питания. Такие вот петли для того, чтобы посадить удобно крышку. Крышечка тоже есть. Вот она, кстати. Довольно-таки новая у меня. Так, дальше. Дальше нам нужен хороший сетевой шнур. Я буду использовать вот такой, довольно-таки толстый. Хотя он китайский, но довольно толстый и приятно. Вот так выглядит. Я хочу сказать, что не нужно экономить на тех вещах, которые вы планируете для себя сделать. Вот раз собрали хороший блок питания, будет работать без перекосов в течение долгого времени. Поэтому я предпочитаю именно использовать качественную комплектацию. А вот насчёт этой штуки, я на самом деле купил его за очень дорогую цену, поскольку не с Алиэкспресс заказал. Хочу сказать, вот несколько дней назад сделал несколько заказов с Алиэкспресс именно с этой штуки. А вот эту именно я купил у нас. И стоило, как ни странно, это 900 рублей. На самом деле это так. В наших краях довольно трудно такое приобрести. Поэтому был вынужден заказать, со столицы привезли. В общем, с учётом всего доставка там и так далее, и так далее, 900 рублей обошёлся вот этот индикатор. Ну, думаю, всем понятно. Дальше. Дальше насчёт схемы управления. С блоками питания у нас всё ясно, они отлично помещаются в корпус. Схема управления у нас будет довольно-таки хорошая. Я приводил, думаю, эту схему, но ещё раз потом уже привожу, буду приводить вернее. Хочу рассмотреть выбор силовых транзисторов. Ну, вообще есть вариант использовать два, параллелить несколько силовых транзисторов, но почему не советую этого делать, поскольку все транзисторы отличаются параметрами своими, хотя из одной партии, одной нумерации там и так далее, но они тем не менее будут отличаться. Поэтому я взял очень дорогой транзистор. Если кто не в силах приобрести такой, то можете параллелить, ну, использовать вместо этого, скажем, КТ-819 ЭГМ. В общем, это транзистор мощный обратной проводимости. Сейчас я попытаюсь. МГ-15003 – 200-ваттный транзистор, который будет в качестве силового агрегата. То есть, весь основной потенциал блока питания будет переходить через этот транзистор. Следовательно, он нужен мощный. Помимо этого, будет он укреплён на радиатор. Думаю, и кулер приспособим одновременно. Это ещё несколько нюансов. Этот блок питания, простите, этот индикатор работает, требует некоторого напряжения для работы. Если, скажем, напряжение от 3 Вольт, то есть, если вы выставили на своём блоке питания напряжение ниже 3 Вольт, то этот блок питания отключится. Если, напомню, напрямую вот этот блочек запитать от блока питания, от выхода блока питания. Поэтому, что можно сделать? Можно использовать дежурное 5 Вольт от блоков питания компьютеров, как я уже сказал, подключить отдельно от дежурки 5 Вольт вот эту схему, и всё, у вас будет прекрасно работать. Либо вот там маломощная шина и 12 Вольт. Так, ну, это я потом уже поясню. Сейчас давайте рассмотрим конкретно, по какой схеме мы будем делать узел управления. Сама схема блока питания довольно простая. Вот давно проверенная уже годами, как заметил один из моих подписчиков, было опубликовано это якобы на британском, то ли на немецком радиожурнале. Схема довольно старая, но проверенная годами. Итак, я перевёл элементную базу в импортный современный. Что мы видим тут? Во-первых, силовой управляющий транзистор. Как я уже сказал, его заменю на более мощный. Но из дешёвых и доступных 2N3055. Ограничитель тут в качестве и тока ограничения, и защитный эмиттерный резистор 0,47 Ом, 5 Ватт. Номинал можно 5 или 7, даже до 10 Ватт. Сопротивление от 0,22 до, скажем, 0,51 Ом. Желательно взять именно проволочный резистор. Управляющим узлом являются маломощные транзисторы типа БД-139 и БД-140. Тут задействованы две транзистора типа БД-139 и один транзистор БД-140. Насчёт замены на отечественные аналоги. Транзистор 2N3055 – это полный аналог нашего КТ-819 ГМ в металлическом корпусе. Вот тут мы видим сопротивление в 1,5 КОм. Номинал можно отклонить от 1 до 1,5 КОм. Подбирается, исходя из входного напряжения. Чем больше напряжения, тем больше это сопротивление. Желательно мощность взять 1-2 Ватт. Транзисторы маломощные типа БД-139 – это полный аналог нашего КТ-815 ГМ. Именно с буквой Г. Они более высоковольтные. БД-140 с успехом можно заменить на 816 Г. Резистор 330 Ом может отклонить свой номинал. Желательно его взять 1 Ваттный. Можно 0,5 Ватт. Можно 0,25 Ватт. Поскольку самые переменники будут 0,25 Ватт. Так, БД-139 уже сказал, 816, можно даже 814, но старайтесь высоковольтные транзисторы использовать. Можно также 819 в обычных пластиковых корпусах. Или даже маломощные типа КТ-3102. БД-140В тоже уже сказал, 816 его аналог ГМ. Можно заменить на, скажем, КТ-805 или, скажем, 818, тоже в пластиковых корпусах. Этот резистор у нас 4,7 КОм. Может иметь номинал, скажем, от 3,3 до 6,8 КОм. Можно в крайнем случае, если нет ближайшего аналога, то можно 10-килоомовый резистор. Очень советую. Вот типа этих я уже выпаивал с блока питания. Они более имеют плавный ход. Мощность 0,25, то ли пол Ватт. Не знаю точно. В общем, это у нас регулятор напряжения. У нас вот сверху идёт регулировка, то есть ограничитель тока. Резистор для ограничения тока 470 Ом. Его номинал тоже может отклониться от 330 до 1 КОм. Вообще низкоомные достать довольно проблем. Поэтому я буду использовать именно килоомовый резистор. Последовательно, на всякий случай, идёт у нас страховочный резистор на 100 Ом. Желательно с мощностью в 1 Вт, в 2 Вт, если есть, тоже ставьте. Блок питания обладает следующими параметрами. На вход блока подаём нестабилизированное напряжение в районе 24-28 Вольт. Можно и поменьше. На выходе у нас уже получаем стабилизированное напряжение с возможностью регулировки тока, то есть ограничения тока от 10 мА до 6 А в моём случае. И регулировка выходного напряжения от 0,45 В до 20 В. При использовании маломощных транзисторов типа КТ-3102-3107, минимальная грань регулировки выходного напряжения у нас будет чистая 0 В. Тут дополнительный стабилитрон установить, думаю, нет нужды на регулировке, на резисторе для регулировки напряжения. Поэтому вот собирайте схему, тестируйте. Я сейчас переключусь, соберу схему, дальше будем уже приступим, вернее, к монтажу нашей схемы, монтажу блока питания. В целом поясню некоторые нюансы. Вот таким образом выглядит наша схема в сборе без, конечно же, конечного транзистора. Резистор пока пробный, но, если честно, я схему не делал, просто я выдернул его с прошлого моего блока питания, который, как же сказал, уже пойдёт на чердак. Тут нужно всего лишь заменить вот этот резистор маломощный, стоит 330 Ом, идёт к регулятору напряжения. Резистор на 100 Ом у меня стоит 1-ваттный, думаю, нет, не будет проблем. Транзисторы стоят отечественные, КТ-815, 814 Ом. Ну, скорее всего, заменю, хотя будем тестировать так. Если всё понравится, то не буду заменять на импортные, более хорошие транзисторы. Также замене подлежит вот этот резистор 1,10 кОм. Вот основной, я его сказал брать 2-ваттный, и он стоит у меня маломощный. Хотя мой блок питания обеспечил выходной ток до 4,5, даже до 5 А короткого замыкания. Так, ну, в общем, платку я особо не травил. Нарисовал маникюром на кусочке фольгированного стеклотекстиолита, затем протравил его. Работает безотказно уже где-то полгода, поэтому именно эту схему я буду использовать в блоке питания. Ну, вот, прошу. Скорее всего, нарисую печатку и заложу в архив, и вы можете скачать его. Ну, конечно же, для метода лут довольно удобно будет, думаю. Не переключайтесь, следующая часть ещё впереди. После сборки схемы управления мы уже должны приступить к монтажу. Я проверил отдельные узлы, работоспособность, к примеру, блока питания и так далее. Поэтому предварительно ничего не буду проверять. Всё установим в корпусе, затем будем уже наслаждаться работой блока питания, снимем некоторые показатели и так далее. Что я сделал? На лицевой панели были установлены регуляторы. Два регулятора. Один из них я их пронумеровал, чтобы не путать потом, поскольку надпись у них с обратной стороны. Хотя, конечно, можно мультиметром измерить сопротивление, нет проблем в общем. Первый резистор у меня 5 кОм, второй у нас 1 кОм. И третий резистор в 1 кОм. У нас остаётся по ходу ещё одно отверстие для резистора, ну, регулятора. Потом подумаем, что с ним делать. Первый регулятор по схеме я сейчас покажу всё. Первый регулятор у нас 470 Ом по схеме. Я установил на 1 кОм для регулировки выходного тока, то есть ограничитель тока. Второй резистор у нас 4,7 кОм. Я использовал резистор 5 кОм и 1 кОм. При этом 5 кОм для грубой регулировки выходного напряжения, 1 кОм для плавной. Ну, поскольку видео изначально я, вернее, обещал, что всё будет в подробностях до косточки, да, поэтому поясню, как сделать грубую и плавную регулировку. Ну, допустим, вот у нас два резистора, да, регулятора. Первый из них на 5 кОм, как у меня, второй из них на 1 кОм. Они имеют вот такие средние точки, то есть третий вывод, да, средний. И для того, чтобы их подключить в качестве плавной, грубой, да, регулировки, нам нужно стыковать вот эту точку. У нас дальше вот эта точка с одного регулятора идёт вот сюда. Второй из них перепутал чуток. Сейчас я вот так у нас будет средняя точка и вот так. Нарисовали мы. Эта точка у нас идёт на минус питание. Таким образом, вот такое подключение нам обеспечивает 5 кОм грубая регулировка и 1 кОм плавная регулировка выходного напряжения. Ну, конечно же, вам придётся поэкспериментировать чуток вот с этим подключением, вот этих частей, поскольку может случиться так, что регулировка пойдёт при обратном вращении, поэтому нужно заменить места подключения. Так, ну, насчёт токового ограничителя. Вообще, при эксплуатации этой схемы я заметил, что ток довольно плавно можно ограничить с помощью вот одного резистора в 1 кОм. Поэтому не будем мы его менять, путь будет стоять родной. И не дополним ещё одним регулятором для плавной регулировки. Что дальше? Если есть резистор на 470 Том, то использовать советую именно его. И насчёт вот этого 4,7 кОм, вообще советую взять резисторы 0,5 Вт или 1 Вт, поскольку на них может наблюдаться незначительное тепловыделение, всё-таки он подключён в разрыв питания, да, плюса и минуса. Дальше, монтаж. Я уже удалил вот провода с этой кнопки, почистил тут же провода клещей, от клещей, да, установил, как уже сказал, регуляторы, и на вот это стёклышко темноватого оттенка подключил мой индикатор вольт-амперметра, соответственно. Ну, китайцы просто для того, чтобы приклеить вот это стёклышко, когда использовали, ну, всего лишь расплавили пластик, да, я же дополнительно зафиксировал термоклеем, вот следы есть, ну, на всякий случай, поскольку стёклышко вываливалось время от времени. То же самое с вольт-амперметром, всё это тоже термоклеем, клеевым пистолетом, и вот у нас получилась такая заготовка. Ну, конечно же, мы будем использовать дополнительное оформление, скорее всего, распечатаю на принтере. Его нет у меня, поэтому это всё будет потом. Сделаю фирменный дизайн с логотипом моего канала, вернее. Думаю, так будет, да. Ну, что остаётся дальше? Дальше поясню насчёт монтажа вот именно этой части. Это сетевой шнурок и слот для предохранителя. Свою очередь, слот для предохранителя имеет два вывода, ну, понятно это, да. Один из выводов слота для предохранителя подключаем, запаиваем к одному из сетевых проводов, вот точно таким образом. И на это место усаживаем нашу термоусадку. Нагреваем зажигалкой, чтобы усадка сужалась. Вот это делать довольно просто. И у нас в итоге остаётся вот один вывод от слота для предохранителя, и второй вывод от сетевого провода. Вот эти два вывода мы должны подключить уже к нашей кнопке. А после кнопки я почти забыл про кнопку, решил установить всё это дело, потом вспомнил, что тут и кнопка есть. Что у нас так? Дальше что мы делаем? Дальше берём вот этот свободно оголённый провод с нашего сетевого шнурка и подключаем к одному из выводов кнопки. У кнопки, в свою очередь, тоже два вывода. Это, по сути, не кнопка, а выключатель фиксированного типа. При нажатии замыкается, при повторном нажатии выключатель размыкается, следовательно, блок вырубается. После того, как запаяли свободный конец сетевого провода к кнопке, от второго вывода кнопки запаиваем провод. И ещё один провод от слота свободного контакта, от слота предохранителя. В итоге у нас получается два провода, один из кнопки, второй от предохранителя, который именно подключается к входу наших блоков питания от компьютера. Ну, я это сейчас по-быстрому сделаю и двинем дальше. Работы, сборки блока питания идут полным ходом. Это ещё первый день, то есть я видеоролики снимаю на ходу в течение одного дня. Пока что, да, не знаю, уже у нас 2 часа ночи. Не знаю, сегодня я буду работать или завершу на этом. Напомню, что я начал снимать видеоролики где-то в 10 часов вечера. Сейчас уже 2 часа ночи. Итак, что у нас сделано за этот период? Во-первых, я уже почти подключил наш индикатор, вольт-амперметр, то есть тестер. Так, тут добавил выключатель, тумблер своего рода. Это отечественный тумблер сдвоенного типа, вот такой. Ну, наверняка все видели. Для чего он предназначен? Я, как уже изначально заметил, у нас блок питания имеет защиту от коротких замыканий и активацию с помощью замыкания зелёной кнопки, то есть кнопки, простите, зелёного провода PSON на землю блока питания. Поскольку блоков питания у нас целых 2, вот они, кстати. Следовательно, зелёных проводов тоже у нас 2. Ну, можно, конечно же, напрямую замкнуть на землю, чтобы блоки стартовали. Но дело в том, что PSON очень хорошая функция для того, чтобы снять блок питания с защиты. Допустим, случайно замкнули контактные клеммы, блок вырубился, ушёл в защиту. Чтобы снять блок с защиты, есть 2 варианта. Либо отключить питание сетевое и ждать до 10 секунд, затем вновь включить. Либо мгновенно, скажем, разомкнуть оба провода PSON и опять замкнуть. У нас блок мгновенно выйдет из защиты. И поскольку ставить 2 тумблера смысла нет, по отдельности для каждого блока, я взял такой сдвоенный тумблер. И почему именно советские? Есть куча импортных аналогов. Дело в том, что со стороны выключателей, вот практика показывалась, что советские тумблеры, выключатели, электромагнитные реле имеют самый большой срок службы. И эта новинка придумана была на ходу. Вторая новинка. Это то, что я решил использовать один из выходов 5-вольтовых, одного из блока питания, любого, это не важно. Взять от шины 5 вольт питание и сделать выход USB. То есть, для удобной вот здесь сделаю, скорее всего, отверстие для USB входа. И сделаем 5-вольтовый, может и в любом удобном месте, тут или, например. Удобно для зарядки мобильных телефонов и всех почти цифровых приборов с портативным питанием, то есть, с аккумуляторным питанием, да, литийом, 3,7 вольт. Это вторая новинка, довольно пригодно будет, думаю, сделать USB-выход. Притом, у нас ток будет гигантский, то есть, можно заряжать кучу мобильных телефонов без особых проблем с одного выхода. И ещё третья новинка. Третья новинка это то, что я решил сделать ещё и индикатор перегрузки блока питания. Это всё я в конце видеоролика буду рисовать конечную схему. Индикатор довольно простой. Видели, у нас в схеме был выходной резистор к эмитеру транзистора. Именно этот резистор у нас будет служить токовым датчиком. Всего лишь нужно задействовать один транзистор и светодиод, который будет в качестве индикатора перегрузки. Ток можно выставить подбором резистора, который задействован в схеме индикатора перегрузки. Я рассчитываю индикатор делать на 5 А. То есть, если у нас потребление будет более 5 А, то у нас будет гореть красный светодиод. Если ниже, он погаснет. Следовательно, блок не перегружен. И ещё вот тут у нас есть места для индикаторов. Это раз. Скорее всего, это будет индикатором перегрузки. Второй индикатор зелёного свечения. Первый – это красный будет. Второй индикатор зелёного свечения, который будет свидетельствовать о нормальном рабочем режиме. То есть, когда блок включён в сеть и он не перегружен. Хотя при перегрузке будут гореть оба светодиода. Всё довольно просто. Дальше. Насчёт блоков питания. Я уже почистил аккуратно, запараллелил два блока. Точнее, это входы. 220 В. И вот выходы у меня три шины жёлтых. И в один провод 2,5 квадрата. Если не ошибаюсь, у меня проводок. Это у нас плюс 12, 24, простите, уже вольт. И минус второго блока питания. Это тоже 3-4 шины чёрных проводков. Запараллелил. И вот одна толстая шина. Для удобности просто. Сделал одну шину. Насчёт корпуса. Я пока тут подключал только предохранитель. Как уже сказал, всё последовательно. Сетевой провод через предохранитель. Последовательно идёт к блоку. Вот у нас уже подключена кнопочка. Выходят два провода, которые нужно нам всего лишь подключить к входу 220 В на блоках питания. Которые запараллелены. Всё это дело аккуратно я оформил во всех местах стыковки. Обычной термоусадкой. Дальше. Кнопочку эту я уже подключу. Потом сделаю видеоролик, где всё уже подключено у меня. Насчёт токового датчика, который изначально в схему, когда привёл. Резистор я упомянул. Выходной. То есть, проволочный. Я решил использовать три параллельно соединённых резистора на 5 Вт. Каждый из них. И с сопротивлением 0,51 Ом. Это очень-очень-очень хорошие отечественные резисторы. Не то, что китайские цементные. Резисторы, сами думают, проволочные будут. У нас общая тут мощность 15 Вт. Он будет перегреваться. Три резистора в самый раз. Именно он и будет служить в качестве токового датчика для нашей защиты. И, конечно же, будет иметь дополнительную защитную функцию для схемы управления. Насчёт монтажа ещё пару слов хочу сказать. Очень советую использовать провода от советских телевизоров. Вот такие шлейфовые. Почему? Они просто довольно толстые, выдерживают довольно большой ток. Не обрываются быстро. И, в общем, я именно советую такие. Можно использовать провода для монтажа от компьютерных блоков питания или любые провода нужного сечения. Для подключения маломощных частей, скажем, регуляторов, индикаторов и так далее, можно использовать тонкие провода такого рода или потоньше можно от обычных. А для подключения силовых частей, выводов транзистора основного, силового, и выхода основного питания от блоков питания и так далее, нужно использовать, конечно же, провода потолще, поскольку у нас токи всё-таки до 10 А будут играть. Дальше ещё я что-то хотел сказать, но, походу, забыл насчёт подключения индикатора. Вспомнил, да, что хотел сказать. Индикатор. Индикатор, как уже сказал, из себя представляет вольт-амперметр. То есть, он отдельно показывает и напряжение, и силу тока. У нас уже вот имеется два таких провода. Это амперметр, толстые проводки до 10 А, как уже сказал ранее. И три провода в качестве основного питания, то есть, это вход и измеритель напряжения. У нас тут чётко написано V-input, то есть, V-in. Это у нас вход, то есть, то напряжение, которое нужно измерить. Этот провод я подключил напрямую к выходному плюсу нашего блока, которому будет позже подключён основной плюс уже от схемы. Средний – это у нас VCC, то есть, это питание. Его нужно подключить к одному из 5-вольтовых шин, то есть, ту шину, которую я хочу сделать, также из той шины, которой я хочу сделать USB-выход. Подключим также этот вот индикатор, то есть, вход питания, без которого вот этот индикатор не будет работать. То есть, основное питание будет осуществляться от 5-ти вольт. И минус – земля, в нашем случае земля – это все чёрные проводки, выходные. То есть, следовательно, минус можно подключить к основной вот этой земле, то есть, к выходу блока питания. У нас ещё и предусмотрен на передней панели вот такой вход, вход-выход, в общем, клемма, в общем, которая предназначена для стыковки с земли, то есть, заземления. Да, заземление в компьютерных блоках питания, конечно же, предусмотрено. Но, думаю, я не буду использовать заземление, поскольку, не знаю, просто нет необходимости в этом. Сейчас я подключу полностью индикатор, подключу блоки питания, также вот этот тумблер. И, конечно же, потом сделаю ещё один видеоролик. Позже я буду стыковать основную схему управления с корпусом. И уже приступим к сборке. Единственное время 3 часа ночи, и вот у меня уже нарисовалась картина некая. Вот сам блочек уже готов почти. Конечно же, силовая часть, часть управления ещё не установлена. Ну, силовая часть, блок питания установлен, но узел управления выходным напряжением и током пока ещё не делал. Так, что же я тут изменил? Ну, по крайней мере, ничего не изменял. Просто хочу ещё раз для обзора быстрого такого подключён. Индикатор наш, тестер своего рода, имеет 3 вывода. Это жёлтый, красный и чёрный. Чёрный – это у нас масса идёт к основной земле. Жёлтый провод – это у нас тест. То есть, напряжение подключается к тому выводу, напряжение которого нужно нам измерить. Этот провод у нас подключен непосредственно к плюсу выхода. Дальше. Красный провод – это у нас ВЦЦ. То есть, это у нас питание индикатора. Подключён непосредственно к одному из шин 5-вольтовых, вот этих наших блоков. Можно к основной шине плюсовой шине подключить совместно. Но подключить нужно не на выход блока, а на вход. То есть, чтобы регулировка выходного напряжения не влияла на работу индикатора. Дальше. Подключил ещё дополнительный индикатор, о котором говорил. Тут он зелёного свечения, светодиод обычный. Но поскольку у нас входное напряжение 24 вольт, индикатор подключён через резистор 2,2 кОм к плюсу блока питания и минус, конечно, соответственно, к минусу. Но, опять же, не к выходу, а к основным силовым проводам, которые выходят с этого импульсного блока и поступают на схему управления. Насчёт подключения кнопок, точнее, выводов PS-ON, то есть, зелёных проводков, сделал я вот что. Два выключателя у меня. Ну, об этом я говорил, конечно же, прежде. Но ещё раз давайте. Два выключателя, которые можно отключить и выключить одним только движением. Сразу оба. Итак, один выключатель. Два вывода имеет, каждый из выключателей. Один из выводов выключателя идёт к земле одного из блока питания. Например, левого. Зелёный провод того же левого блока идёт ко второму выводу этого же выключателя. То же самое со вторым. То есть, каждый выключатель замыкает кнопку PS-ON на свою землю, грубо говоря, каждого из блоков питания. Таким образом, обеспечивается более мягкий пуск и, конечно же, удобно снимать защиту всего лишь одним движением руки. Стоит лишь вырубить и, опять же, включить тумблер. Кнопка Power у нас чётко работает. Проверял, включил даже блок питания. Пока я не буду включать при вас, но это всё сделаем позднее. Насчёт монтажа блоков питания, да, импульсных. Предварительно, поскольку у нас корпус сделан из металла, да, это, по сути, ну, не знаю точно какой металл. Блестит, похоже на алюминий, но, думаю, это не алюминий, что-то другое. Изначально, ну, поскольку тут есть и высоковольтные дошины на блоках питания, и низковольтные, чтобы ничего не замкнуло, поставил под ними прокладочку из пластика. Упаковка преобразователя была у меня. Отрезал просто нужных размеров и с помощью обычного термоклея, вот если внимательно быть, ну, то можно увидеть. С помощью обычного термоклея приклеил ко дну корпуса. Дальше уже тем же термоклеем приклеил блоки питания. Именно такое расположение обеспечивает хороший отдув. Можно и, конечно же, платами наружу, да, и вторая плата ко дну, но это уже не будет нормально, поскольку охлаждение, вот у нас теплоотводы, родные стоят, нуждаются, думаю, в охлаждении. И в таком распоряжении они довольно хорошо отдуваются, естественным обдувом, точнее, да. Пока что кулера нет. Насчёт кулера я долго думал, если честно. Изначально хотел, конечно же, поставить, но сейчас думаю, что в этом нет нужды. Конечно, блок мощный. Возможно, в будущем возникнет нужда. Можно без проблем сбоку вот срезать корпус, поставить кулер, чтобы он выводил тёплый воздух. То же самое и с транзистором, который будет прикручиваться вот тут, на заднюю часть. Этот транзистор силовой, как я уже сказал, да, на нём рассеивается основная мощность, поэтому он будет нуждаться, в буквальном смысле этого слова, в теплоотводе. Но изначально, поскольку весь корпус из металла, я думаю, что пока буду тестировать без теплоотвода. Если будет нужда, я дополнительно скажу вот в комментариях, что заменил, поставил там теплоотвод, поставил охлаждение. Пока что всё это будет, думаю, без дополнительных охлаждений в виде теплоотвода или принудительного охлаждения в виде кулера. Я ещё не собираюсь спать, хотя всё это, напомню, что делаю за один день. Изначально, когда начинал цикл, думал, что затянется на несколько дней до съёмки. Но, увы, не знаю почему, спать неохота, как всегда. Засыпаю вообще в 6 часов, 7 даже часов утра уже. И, думаю, сегодня поставил перед собой цель завершить полностью этот цикл. Ну, вот ещё раз для обзора. Ребята, в общем, устал как собака. У нас время уже не знаю какое. Я своего имени даже долго не помню. В общем, а если честно, то 5,5 часов ночи. Вернее, утра. В конце видеоролика покажу. В общем, руки болят, голова, ноги, всё болит. Ну, завершил я его, доказав, что за несколько часов возможно собрать достойный лабораторный блок питания. Итак, все подключения. В конце, конечно, когда будет схема со всеми подключениями, собрал всё это дело в жгуты, куча проводов. Пока, кстати, не делал USB-выход и индикатор перегруза блока питания. Всё остальное отлично. Но заметил одну проблему с нагревом. Я нагружал до 5 А, и выяснилось, что блок питания нагревается. Точнее, силовой транзистор вместе со всем основанием жутко нагревается. Этого стоило ожидать, конечно. Хотя блок питания изначально не хочу я мучить. Собирал не для пыток, а просто, как говорят, лабораторного блока питания. Насчёт внешних компонентов. Это силовые агрегаты блоков питания, которые установлены на теплоотводы. Они не перегреваются, перегревается только транзистор. Есть нагрев также на вот этом резисторе, но нагрев такой незначительный. Всё остальное – это наша плата. Не нагреваются никакие компоненты на плате. Этого тоже стоило ожидать. В ходе работы возникли две проблемы. Первая – это подключение с цифровым амперметром. Оказывается, ГАД оказался непростым. Довольно мучился. В конце поясню, как его правильно подключать. Ещё проблема оказалась с регулирующим резистором. Напряжение, точнее, какой-то бракованный резистор, вернее, блок питания, с которого вот с этого именно выпаивал его, 5-килоомовый регулятор, он оказался каким-то нерабочим. И мне казалось, что проблема со схемой и так далее оказалась проблемой в регуляторе. Заменил регулятор, сейчас всё нормально, всё это дело отлично работает. Тестировал где-то 10 минут, нагружал галогенкой на 20 Вт, затем нагрев был нормальным, затем 50 Вт галогенку ставил, потребление где-то 5 А, при напряжении где-то 10-12, уже не помню вольта. Голова не работает, надеюсь, поймёте. Ну, силовой плюс из 1, 2, 3, 4 жил. Диаметр, не могу сказать, хорошие провода, довольно из компьютерного блока питания. Идёт на основной плюс, плюсовую клемму. Вот таким образом укреплён наш транзистор. Надеюсь, видно без каких-либо дополнительных термоусадок, изолирующих шайб и так далее, поскольку у нас ничего не связано с корпусом, кроме коллектротранзистора. Так, на этом, друзья, думаю, я пойду отдыхать, просто уже встать на ногах не могу. Надеюсь, поймёте. Завтра продолжим. Это уже, конечно, осталось мало. Вывести USB, всю платку зафиксировать внутри. И, думаю, что-нибудь придумаем с охлаждением. И вот насчёт точного времени у нас. Блин, как-то снимается мобилка. Трудно. Вот реальное время. А то, чтобы все верили, что ночь. Вот это двор. Ночь. Так, у меня всё тут завалено, все в компонентах. Ну, это, конечно, не всё связано с блоком питания. Просто искал компоненты, искал всякое. И весь этот бардак, эта гостиная комната. Радиолюбители, в общем, поймут меня. На этом пока. До завтра, вернее. Честное время 12 часов. Ну, блок питания, первый запуск. Разумеется, это не первый запуск. Всё я заранее тестировал. Сейчас мы будем снимать конкретные показания. Наш блок питания имеет несколько основных достопримечательностей над китайскими аналогами. Разумеется, в таких габаритах китайских блоках питания мощность сравнительно небольшая, если сравнить с нашим. Изначально давайте снимем некоторые показания. Затем подвожу итоговую схему. Конечно же, схему регулирующего узла вы уже видели в самом последнем видеоролике, в самом последнем цикле. Рассмотрим вариант, как я сделал USB-выход и, конечно же, схему от перегруза. Единственное, что мне не устраивает в этом блоке, изначально над этим не думал, но сейчас довольно проблематично с этим, это охлаждение. И ещё, может, кому это хорошо, кому плохо, защита данного блока питания. Ну, защита у нас срабатывает таким образом, что блок вырубается, и чтобы заново включить его, нужно переключить тумблер. Например, два раза. То есть, вверх и вниз замкнуть пиосон на землю этим шагом, если можно так сказать. Вот на данный момент у нас есть… Поставил я несколько тут круталки, крутилки, которые некоторые называют. Это у нас плавная регулировка напряжения. Вот у нас видим… Ой, вам ничего не видно. Простите за это сейчас. Так, вот 8,9 В. Идёт у нас плавная регулировка напряжения. 0,8 В – это не минимум, я сейчас всё подробно покажу. Довольно плавно, в общем, регулируется всё это дело. Это вот максимум 23,1 В отдаёт наш блок питания. Вход 24 В. Получилось довольно-таки интересно. Я думаю, что не более 20 В будет. И вот сейчас скинем практически… 1 В показывает наш блок. И плавная регулировка в районе… Минимальная грань, в общем, 0,6 В. Плавная регулировка может полностью регулировать выходное напряжение от минимальной грани до верхнего, но уже плавным образом. Регулировку тока мы попробуем потом. Кнопочки сейчас у нас без проблем работают. Вот у нас повар, основное питание. Ну, некоторый заряд на конденсаторах, поэтому выключается с некоторым опозданием. Думаю, вот так вам всё будет видно. Давайте снимем показания под нагрузкой. Ну, у нас изначально есть две фишки между аналогичными блоками питания. Это то, что у нас импульсные блоки питания уже являются стабилизированного типа. И второй, у нас подключён стабилизатор напряжения с ограничителем тока. Ну, давайте выставим на блоке плавным образом до 17,8, 17 В в общем. И подключим галогенную лампу 12 В. Сейчас я покажу, какая она. Не видно ни черта. В общем, 50 Ваттная галогенная лампа. Ну вот, 50 Ватт, 12 В. Обычная галогенка. Офисная лампочка, точнее. Напряжение 17 В. 16,8. Подключаем к блоку питания полный ток, то есть максимальный ток, который можно получить с нашего блока. В общем, 16 В, потребление 5,65, ну почти 6 А. Смотрите на спад напряжения. Не более 1 В при токе 5 А. Ну, если скинуть питание, скажем, до 14 В, вот у нас 14 В, то у нас, то есть при нормальном питании такой лампочки, у нас 13,6, 13,7. Ну, в общем, спад напряжения всего 0,3-0,4 В. Это очень круто, друзья. То есть у нас стабилизация напряжения работает чётко. Блок питания стабилизированный, однозначно. Ну, давайте попробуем ограничения по току. Токовый ограничитель. Плавное ограничение тока идёт. Так, у меня, по ходу, руки уже горят. Лампочка довольно-таки... Вот, по сути, полное ограничение, практически до полного нуля. Выключаем лампочку нашу. Так, что дальше проверять? Ну, давайте проверим защиту от коротких замыканий. Порог регулировки мы уже видели. Вот, клещи у меня нагрелись жутким образом, поскольку они от дешёвого китайского блока питания. Давайте попробуем ограничить защиту от коротких замыканий. Мы сейчас увидим, как блок при защите ток сделаем максимальным, чтобы защита сработала. Так, замыкаем. И спустя доли секунды пойдёт срабатывание защиты, блок питания вырубится. Вот и всё. Что дальше? Дальше мне осталось, как уже сказал, всего лишь зафиксировать основные управляющие узлы. Вот я уже чувствую, что корпус блока питания нагрелся, транзистор тоже горячий. Поэтому либо будем отдувать, либо установим теплоотвод. Транзистор, напомню, изначально я сказал, он у меня 200-ваттный, он у меня на 250-ватт. Может пропускать через себя токи, по себе вернее, токи до 20 А. То есть, у нас без проблем. Напомню, что в моём случае блоки питания отдают до 8 А. После них идёт уже срабатывание защиты. Тестировал, кстати, очень интересный и очень важный факт, чтобы блоки имели одинаковые параметры. То есть, может случиться так, что защита одного блока сработает, защита второго блока не сработает. И у вас в итоге случится так, что защита будет работать ненормальным образом. Поэтому нужно подобрать одинаковые блоки питания. Давайте рассмотрим конечный график, то есть, схематику, по которой я делал. У меня, к сожалению, под рукой. Сейчас принесу ручку, чтобы показать. Вот так примерно это всё дело выглядит. У нас есть два компьютерного блока питания. Вывод Ground 1 идёт к плюсу. То есть, блоки питания последовательно соединены. Сетевые провода запараллелены. И через предохранитель напрямую в сеть, второй через кнопку. Идёт в сеть 220 В. Это уже основные входы у нас. То есть, идут к вилке основной у нас. Дальше. Из земли и 5-ти вольтовой шины одного из блоков питания я брал, намерен, точнее, ещё не сделал. Берём мы выход для USB. То есть, у нас будет на 5-ти вольтовой шине ток где-то в 15 Ампер. Если верить, конечно же, показаниям блоков питания. Но этого, думаю, очень много. Нам не нужно для зарядки штатных телефонов и планшетов ток не более 2 Ампер. Дальше. Из 12-ти вольтовой шины того же блока питания я намерен взять питание для кулера. Можно использовать штатный разъём, который предназначен для кулера в любом компьютерном блоке питания. Он есть. И желательно именно его использовать. Дальше. У нас имеется индикатор рабочего режима, который напрямую подключён к выходу наших блоков питания. То есть, к выходу 24 Вольт через ограничительный резистор 2,2 кОм. Резистор можно 0,5 Ватт, можно 0,125. Резистор рассчитан по специализированной программе для расчёта сопротивления светодиодов. Светодиод желательно зелёный, который будет свидетельствовать о том, что на выходе блоков есть напряжение и всё нормально. Вот индикатор перегрузки. Я покажу его схему в последнюю очередь, думаю, который параллельно шунту задействован у нас. То есть, три у нас резистора по 0,51 Ом параллельно. Итоговое сопротивление будет 0,17 Ом при мощности в 15 Ватт. Дальше. Подключение индикатора. У нас питание индикатора осуществляется от свободной 5 Вольтовой шины второго блока питания. Земля идёт на землю, чёрный провод того же блока питания. И выход, то есть, измеритель подключён напрямую к плюсовому выводу нашего блока питания. Дальше. У нас амперметр. Именно заморачивался насчёт подключения амперметра. Земля основная у нас идёт к амперметру, не подключается через плюс. Я думал, именно через плюс. Оказывается, через минусовой провод. Земля от блока питания, выходная уже, да, идёт к чёрному проводу амперметра. Красный провод у нас идёт выход минус. То есть, через амперметр. Амперметр, как всегда, подключён последовательно в цепь. Это у нас плата управления, плюс вход, плюс выход. У нас это шунт. Токовый датчик одновременно будет. Что я намерен дальше сделать? Ну, думаю, с этим всё понятно, ничего сложного. Куча проводов. Сейчас все увидят и подумают, что довольно сложно сделать. Но на самом деле нет. Если соблюдать некий алгоритм включения некоторых частей, то всё нормально будет. Я намерен что сделать сейчас? Я намерен задействовать токовый датчик и индикатор перегрузки, как уже сказал, для того, чтобы срабатывала защита. То есть, я намерен отказаться от штатной защиты этих блоков питания. При этом ничего с ними делать я не буду. Просто оставлю и защиту соберу токовый индикатор, то есть, индикатор перегрузки по току, который будет регистрировать, когда блок питания потребляет более 6 А, индикатор будет срабатывать. Одновременно сработает защита и вырубит блоки питания. То есть, вырубит у нас либо выход, через реле можно это организовать, либо выход, либо питание. Но, скорее всего, выход. Что это нам даст? Во-первых, это нам даст чёткое срабатывание защиты. Хотя у меня блоки идентичные, они работают чётко. Но не устраивает вот этот тумблер, который при каждом срабатывании, хотя если работать аккуратно, не придётся воспользоваться этой функцией. При каждом срабатывании защиты нам нужно тумблер поставить в верхнее положение, затем в нижнее, чтобы опять замкнуть кнопки, точнее, провода PSO на землю. Это для меня, ну, конечно же, я ленивый человек, поэтому дополнительная процедура не устраивает, в общем. Сделаем токовый датчик и срабатывание по току через эту функцию, которую указал. Ну, давайте я приведу примерную схему нашего токового ограничителя. Для этого у нас есть, как уже сказал, датчик тока в лице резистора 15 Вт, 0,17 Ом. Да, вот у нас резистор. Мы должны организовать цепь, состоящуюся из транзистора. Это у нас выходной плюс. Такая вот цепочка. Всего лишь нам нужен транзистор, любой. Типа PNP, то есть прямой проводимости. Что у нас тут есть? Вот у нас транзистор. Тут резистор, базовый ограничитель. Можно взять на 1 кОм. Не видно вам ни черта. Сейчас, думаю, видно. Так, к выходу. Это выход нашего блока питания, то есть до токового резистора. Плюс питания идёт на транзистор, эмиттер транзистора. Выход уже плюсовой после резистора через ограничитель на базу. Подбором вот этого шунта мы уже подобрали шунт. Вот у нас есть определённый номинал подбором базового резистора. Можно при коротком замыкании, да, вот тут можно подключить, скажем, к примеру, лампочку. Я сейчас рисую через камеру, это довольно трудно. Блин. Вот так, да. Это у нас выходной минус. Это у нас входной минус. То есть он общий, по сути. Если в этот разрыв подключить, скажем, лампочку накаливания, резистор можно убрать также, лампочку накаливания, то при коротком замыкании, то есть в тех случаях, когда, скажем, блок потребляет 5-6 А, я задумал именно 6 А, то у нас работает цепочка из транзисторов. Транзистор у нас откроется благодаря падению напряжения на токовом резисторе. Номинал будет достаточен для срабатывания транзистора. Последний будет срабатывать и пропускать через себя ток. Загорается лампочка, которая подключена последовательно. То есть транзистор у нас открылся, подал плюс на лампочку, минус у нас уже идёт от общего провода к лампочке. У нас сработает лампочка. Это примитивная система токового датчика, то есть в некоторых блоках питания даже профессионального типа используют в качестве защиты от короткого замыкания. Ну, конечно же, схема у них чуть посложнее, думаю, но это простейший и полностью рабочий и проверенный давно вариант. В это место вместо лампочки можно подключить электромагнитное реле, скажем, обмотку реле. При срабатывании защиты, то есть если блок у нас потребляет более 6 А, реле замыкается. Этим можно обеспечить либо... Можно подключить реле напрямую к плюсовому выводу, к основному контакту, выходному. И таким образом у нас подача питания прекратится. Защита удобна тем, что если разомкнуть опять контакты, то есть убрать короткое замыкание или перегруз на выходе, автоматическим образом мгновенно буквально блок питания войдёт в рабочий режим. То есть никаких переключателей больше нам задействовать не нужно. Почему выставить ограничение именно в районе 6 А? Поскольку при 7 А уже сработает защита от блока питания. Наш этот датчик будет работать таким образом быстрее, чем родная защита от компьютерного блока питания. Это в дальнейшем. Ну и ещё один видеоролик, скорее всего, будет. Всё это я закончу. Хотя уже всё закончено. Остаётся только токовой защиту от перегруза реализовать и поставить USB-выход. Вот завершил блок питания. Уже всё собрано. Монтаж полностью готов. Вывел USB, дополнил защиту. Но конечная схема блока питания будет чуть отличаться от той, что приводил изначально. Изменения, в частности, коснулись только блока защиты. То есть я изначально хотел сделать просто индикатор перегрузки. Затем на такой основе решил собрать целый индикатор защиты. Поскольку ранее, как уже пояснял, не устраивала мне родная защита комповых блоков питания. То, что нужно было включать, выключать, чтобы снять блок защиты. Давайте мы включим. У нас на данный момент амперметр у меня чуть глючит. Показывает 20 мА. Но, скорее всего, это не глюк. А просто имеется питание дополнительного индикатора от выхода. 20 мА светодиод потребляет. Это уже ясно. Сейчас вот так поставим. 1,4 вольт регулируется довольно хорошо. Давайте поясню схему. Потом начнём двигать дальше. Это штатная схема, которую я приводил и говорил, что нужно использовать регуляторы. Вот тут для плавной и грубой настройки, для точной и грубой, вернее. Но я отказался от этой идеи. Почему? Поскольку именно когда я выставлял максимальную грань выходного напряжения, 24 вольта, на регуляторе для грубой регулировки, а вот регулятор плавной регулировки вращал в ту или иную сторону, и случалось так, что он у меня дымел. Эта проблема связана с тем, что его сопротивление очень малое и просто не выдерживает регулятор. Поэтому удалил всю эту цепочку, и стоит родной регулятор на 4,7 кОм, который регулирует довольно-таки плавно, что очень хорошо. Хорошо. Дальше. Что дальше? И насчёт вот этой цепочки. Это у нас шунт из трёх резисторов по 0,5 Ом, 0,51 Ом, вернее, в моём случае, 5 Ватт мощность каждого резистора. Они все параллельно подключены. Таким образом, сопротивление у нас 0,17 Ом при мощности резистора суммарной до 15 Ватт. Почему именно 15 Ватт? Поскольку 5 Ватт, штатный, только один резистор, перегревался в ходе работы под большой нагрузкой. 10 Ватт так себе грелся довольно-таки немало. В результате я решил остановиться на 15 Омах. Так, давайте вот запомним мы эту схему. Это у нас управляющая часть. Плюс основной, от наших компьютерных блоков питания, минус земля. Я изначально хотел организовать защиту вот на этой цепочке, этот шунт использовать в качестве токового датчика. Но затем случилась проблема следующего характера. При регулировке напряжения, тут на этом датчике меняется напряжение. Поэтому наша защита реагирует на спад напряжения с этого датчика. А при маленьких напряжениях случается так, что защита не срабатывает должным образом. Поэтому, для того, чтобы защита работала более точно, я пришёл к выводу... Сейчас. Сейчас, у меня тут всё в бумажках. Блин. Ну, давайте тут нарисую я примерно, как работает... Ну, не примерно, точную схему. Ну, допустим, это у нас компьютерные блоки питания. Ну, сейчас так встану, чтобы было видно. У нас тут идёт плюс от компьютерных блоков питания и минус. Это уже будем считать, что у нас уже последовательно соединённая цепь. То есть, тут плюс 24, минус 24. Ну, и земля, конечно же. Не минус 24, а земля просто. Так, у нас вот тут я поставил дополнительный шунт в качестве токового датчика. Тоже 15 Вт. Аналогичен полностью с тем, что уже показывал. Блин, уже забыл, где схема. Ну, в итоге 3 тут последовать параллельно, простите, соединённых 5-ваттных резисторов, как в первом случае. С сопротивлением 0,51 Ом. То есть, тут получаем 0,17 Ом при мощности 15 Вт. Так. Ну, конечно же, номинал может отклониться от 0,1 до, скажем, 0,47. В зависимости от нужного тока срабатывания короткой защиты. Дальше я собрал простой индикатор перегрузки. Тут у нас базовый ограничительный резистор. Его брал подстроечным. С многооборотного типа для более точной настройки. Тут у нас этот резистор идёт на базу. Тут поставил простой PNP транзистор, типа КТ-361. Первый можно использовать. Он не принципиален. Я задействовал более мощный КТ-814. Итак. Эта цепь уже у нас идёт к блоку управления, БУ. Это у нас уже выход основной, плюс и минус. Минус общий, соединён с минусом компьютерных блоков питания. И в эту цепь, цепь коллектора, поставил обмотку, то есть, электромагнитное реле. Что случается? Реле, кстати, на 24 Вольт, 10 Ампер, сопротивлением катушки где-то 500 Ом. Ну, сопротивление не принципиально, по сути. Берите реле с сопротивлением, с расчётным напряжением катушки 24 Вольт и с током 7, 10, 15, 20 Ампер. Что случается? При коротком замыкании падение напряжения на токовом резисторе, в качестве датчика, вот на основном мощном резисторе, достаточно для того, чтобы сработал транзистор, который будет пропускать плюс от основного питания на обмотку реле. Минус реле общий, заземлён, и у нас случается замыкание реле. Контакты реле расположены вот тут, на плюсе питания. Минус, как уже сказал, общий. Первоначально нужно прозвонить реле, то есть, первоначально у нас обмотка замкнута, да, реле, когда питание поступает нормальным образом, а когда короткое замыкание реле срабатывает, то этот контакт, контакт реле, размыкается. Следовательно, у нас прекращается подача питания на выход. Получилось что-то, нечто икающего реле. Я тут дополнил конденсатором. От ёмкости конденсатора зависит процесс икания, да. Сейчас вы поймёте, что это такое. Плюс-минус конденсатор с ёмкостью от 100 до 1000 микрофарад. Параллельно обмоткам реле. Плюс коллектору транзистора, минус конденсаторы к общему проводу. Реле с расчётным напряжением 35 Вольт желательно брать. Я использовал 24-вольтовое реле. Простите, 25-ваттный вольтовый конденсатор. Блин, уже всё путаю. Просто у нас опять 3 часа ночи. Это уже второй день съёмок, как вы уже поняли. Ну, с этим, думаю, всё понятно. Выход USB видим. Давайте протестируем мы, как работает наша защита. И защиту, кстати, выставил на 5 А. Просто резисторы закончились. То есть, токовый шум, да, наш токовый датчик. Чем ниже его сопротивление, тем больше ток срабатывания. Конечно же, сопротивление можно также, то есть, ток срабатывания можно также регулировать с помощью подстроечного резистора на базе нашего транзистора. Я сейчас... У нас напряжение 0,5 Вольт. Это минимум, что даёт наш блок питания. Ток я сделал минимальным. Ну, давайте напряжение сделаем побольше. В районе 12 Вольт. Ну, чуть больше. 15 Вольт пусть будет. 15 Вольт. Ток у нас минимальный. Сейчас пойдёт просадка напряжения, разумеется. Итак, давайте увеличим ток. Кстати, вот минимальная грань нашего устройства составляет 0,7 мА. Это минимум. Напомню, что в родных таких китайских блок питания минимальное значение составляет 600 мА. В нашем случае всего 70 мА. Так, увеличиваем ток. У нас уже 600-700 мА. Ток 1 А. 1,2 А. Увеличим. Я просто галогенную лампу подключил на 50 Вт. Убрал в сторону, чтобы не мешало нашим съёмкам засвечивание. Вот у нас лампочка уже светится. Ток у нас 3 А уже. 4 А. На 5 пойдёт защита. Вот так работает наша защита. По принципу икающей защиты. То есть, у нас сейчас на данный момент каждые где-то 2 секунды лампочка вспыхивает. Если на выходе мы не убрали короткое замыкание, то блок опять уходит в защиту. Вот так всё это дело смотрится. Смотрите, да? Кратковременно очень подаётся питание. Если перегруз имеется или короткое замыкание, то есть потребление больше 5 А, вот у нас нормальный уже блок. Замкнули. Потребление иногда до 8 А, бывает до 10 А, сейчас подпрыгнуло. Но это кратковременное, сверхкратковременное, с длительностью не более, скажем, полсекунды. То есть, это не вредит, разумеется, блоку. И в таком положении блок может находиться бесконечно долго. Очень, думаю, хорошая защита и пригодная. И я не видел ещё китайских блоков с такой вот интересной защитой. Но это, конечно же, всё дорабатывалось у нас на ходу. И вот окончательная схема. Думаю, уже понятно. Тот, кто смотрит видеоролик, ему становится уже всё ясно. То есть, с нуля, да? Сначала, если смотреть. Видеоролик, я думаю, будет очень долгим. Стыкую всё в один-единый для удобного просмотра. И, наконец, в конце видеороликов хочу ответить на основные вопросы. А да, ещё я забыл сказать, что вот я заменил тут, использовал радиатор вот такого типа теплоотвода от усилителя. Транзистор спрятал внутрь. Почему? Чтобы исключить минимальный зазор. То есть, транзистор у нас прикреплён с обратной стороны, с другой стороны. Это сделано для того, чтобы исключить зазор между транзистором и радиатором. Охлаждение более хорошее. Перегревается, конечно же, на больших токах. И перегревается довольно сильно блок питания. Но я сегодня утром, прямо когда всё это дело, монтаж ещё не был выполнен, решил измучить данный блок питания. Все свои схемы я мучаю под максимумом. И выяснилось, что при токах до 4 А блок питания может работать бесконечно долго. Хотя жуткий перегрев. Просто руки на теплоотводе нельзя держать. Хотя транзистор 20 А, он выдерживает большие токи и нагрев, хотя довольно сильный. Поэтому теплоотвод на всякий случай поставлю. Но если в дальнейшем, посмотрю, что не устраивает и тепловыделение большое, то поставлю кулер. У меня есть тут отверстие вентиляционное. Поставлю сбоку кулер. Пусть будет выводить тёплый воздух, отработанный уже из-под корпуса блока питания. Дальше. Индикатора перегрузки я не стал делать, поскольку защита работает сверхточно и без каких-либо проблем на основе реле, как уже сказал. От этого регулятора отказался, но регулятор стоит для вида просто. Так. В конце вот такой вопрос сейчас у многих возникнет. Почему просто не взять блок питания от компьютера, один всего лишь, и переделать? В интернете количество статей довольно большое про переделку. Ну, во-первых, это довольно сложно для начинающих, в частности. И переделка не есть хорошо. Нарушать рабочий цикл довольно-таки плохо, поскольку регулировка напряжения в случае переделки будет производиться с помощью регулировки, увеличением и уменьшением скважности импульсов. Поэтому скважности импульсов генератора, и поэтому в большом выходном напряжении, то есть, если выходное напряжение выше 20 В, там пойдёт характерный свист, блок пойдёт в защиту. И, кстати, защита будет работать не очень точным образом. Поэтому взять просто и за, скажем, без проблем переделывать любой компьютерный блок питания, разумеется, нельзя. Есть огромное количество статей, но это не значит, что это всё довольно просто. Нужно продумывать, рассчитать некоторые компоненты, пересчитать схему генератора, в общем, добавить некоторые узлы для того, чтобы обмануть защиту, собрать другую защиту и так далее. В общем, это всё сплошной геморр. А для начинающих, думаю, этот вариант более хороший. У нас не просто более хороший, а именно очень хороший. На порядок лучше, чем переделать простой ATX или AT-блок питания компьютерный. В таком варианте у нас блоки работают спокойно, нормальным своим режимом. И выходное напряжение 24 В, максимум, думаю, для домашней лаборатории, самое оно. Ну, примерно, если посчитать, у нас выходной ток 5 А, при напряжении 20 В, будем считать 20 В для того, чтобы округлить. У нас блок питания развивает более 100 В, чуть больше, ну, 110-120 В будет развивать без проблем. Конечно, можно сделать так, чтобы защита срабатывала на, скажем, 7 А, без проблем. Можно это сделать уменьшением сопротивления шунта того же токового датчика, резистора на 15 Вт, 0,17 В в моём случае. У меня, по ходу, зарядка от фотоаппарата сдохла и был вынужден заряжать, поскольку разобрал штатное зарядное устройство для пальчиковых батареек. И в скором времени сделаю видеоролик про переделку этой зарядки. Не устраивает эта зарядка тоже. Будем переделывать слишком малый ток, не имеет функцию автоотключения при полном заряде. Вот сделал такую приблуду для быстрой зарядки четырёх сразу пальчиковых батареек стандарта 3А из обычных ночников. Ну, тут медная пластина. В общем, про это поясню потом. Так, у нас, по ходу, уже четвёртый час ночи пошёл. Вынужден был ждать, когда всё это дело зарядится. Так, за это время я заметил, что у меня лежит неиспользованный совсем транзистор 2SC5200. То есть, это одна из выходных транзисторов усилителей высокой мощности, к примеру, Ланзара. Транзистор обратной проводимости, он у меня лежал без пары. Поэтому, заменил я родной транзистор блока питания MG15003 на 2SC5200. Транзистор 150 Вт. Всё чётко, всё работает. Ничего в работе не изменилось. Так, в конце небольшая такая реклама. Именно на этой фразе у меня сдохла зарядка фотоаппарата. Так, реклама следующего характера. Я, если кому понравился такой блок питания, думаю, что многим понравился, поскольку он имеет огромное количество достоинств над китайскими сородичами. Корпус довольно хороший, мощность очень высокая для универсальных целей. Можно этой схемой заряжать без проблем. Автомобильные аккумуляторы никаких проблем нет. Заряжает система токами до 4,5 А. Это довольно неплохой показатель. Защита имеется без проблем работающая. Выход USB мощный, регулировка напряжения, ограничение тока. Если кому понравился, если кто нуждается в таком роде блоке питания, корпус не обещаю такой, этот делаю для себя. Сделал для себя, вернее. Ну, цифровые индикаторы, конечно же, будут. Цифровой вольт-амперметр и всё, что есть на этом блоке питания. Начиная от защиты до регулировок и так далее. Корпус будет от компьютерного блока питания. Если кому хочется, то прошу, я могу сделать под заказ такие блоки питания. Я замечал, что в интернет-магазинах довольно дорого стоят. Они с такими вот параметрами до 5 А, до 10, в принципе, можно реализовать. Никаких проблем. Можете заказывать. Пишите мне на мыло, которое будет указано под этим видеороликом. На этом остаётся мне с вами прощаться. Это будет моим самым длинным, долгим видеороликом, на съёмки которого я потратил ровно 2 ночи. Ну, конечно же, если начать процесс сборки с утра, то можно без проблем уложиться в один день. Хотя я, не знаю, уже стал вампиром, что ли. Я просто вообще днём не могу работать и всю работу делаю ночью. Уже четвёртый час почти. Ну, на этом, друзья, думаю, всё. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оценивать этот труд, который был сделан специально для вас, для моих подписчиков верных. Просто ставьте свои лайки. Ну, если есть люди, которые мне понравилось, собственно, дизлайки. На этом, друзья, всё. С вами, как всегда, был АК Касьян. До новых встреч. Пока.